и тут мы начинаем запись сейчас мы дождемся дождались ну вот наверное вторая часть марлизонского балета евгений в первой части мы рассказывали про то как все начиналось собственно про мотоцикл который смог и поражению который смог отправился в путешествие имея 100 баксов в кармане и не имея никакого более-менее явно представление как все это будет просто в никуда и решил отдаться силе миру сказал что я следую тебе гармонии в тебе и пусть будет гармония мира во мне и будем следовать друг другу и у него все получилось а сейчас наверное можно рассказать поподробнее ну например про южную америку да что интересно в южной америке было южной америке назвал бы латинскую америку да потому что по мне вот это все таки она начинается с мексики данного всяком случае с экватора мексики да и все дальше примерно один мир да из интересного ты знаешь вот про мексику могу сказать что конечно это не безумно запомнилась музей антропологии как красивейший музей того где вот собраны вот все вот эти индейские сокровища камень мая там стоит он безумно потрудились там над инсталляцией это говоря я не думаю что могу музей нас на целый день растворится и меня что удивило оценит там примерно около двух долларов за билет хотя вот на такого уровня я просто фамиру много я был музей таких культурных объектов ну то есть там про прайс там должен был минимум 3 30-40 долларов быть наверно мексика кстати в мексике было на могиле кроцкого там же музей кроцкого вот ты знаешь ну как бы как музей он ничего из себя ну для русского человека тем более ничего интересного не представляет это можно сказать изглата его держит кто-то его держит финансирует во первых как бы его одну секундочку я нажму на кнопочку во первых его там достаточно уважаю троцкого а вот лео лео он там лео троцкий да вот а я слышал что ну когда я там был что один из экскурсоводов этого музея является его внуком вот объект коммерческий естественно вот на территории находится могила где все стоят и делают селфи прямо на могиле короче но ты знаешь мне чем запомнилось там около этой могилы такая маленькая кафешка ну в основном там кофе десерты это знаешь я сидел там пил кофе с видом на могилу там лео троцкого да ну и конечно ты знаешь я задумался ну хорошего персонаж там истории плохой там это делал него знаешь он это эти парни революционеры то они в любом как бы мало кто из них конечно пережил свою революцию вообще как бы из мировых революционеров да как бы особенно среди иудеев которые это все и замутили национальный вопрос как бы просто ну они знают за что с чем они играют они там игра на высочайших слова там я бы на стол на голубинных на ладно не суть вот знаешь ну просто меня вдохновляют эти люди ну то есть они я имею ввиду не не я не касаюсь политики я касаюсь их смелости да да че гевары че гевары то же самое свидетель что они там творили ну слушай они там перед тем как они власть взяли сколько они там по джунглям набегали с винтовками вот да и он ты имеешь ввиду людей увлеченных своей идеей своей целью идеи да которые эти люди готовы умереть за свою идею вот я считаю что революционер если он не готов умереть за свою идею это не это не революционер это таких людей вообще людей любой взрывомыслящий человек скажем так который понимает что он делает осознанный скажем так не знаешь понимать и быть готовым умереть как бы просто ты же ну понимаешь там кто-то и до трех петухов не не доносил свою идею сказки библейские я бы не стал их я просто как знаешь такую метафору да привел а вот люди достаточно быстро потому что ну опять же что я пытаюсь людям донести идите к своей мечте я просто смотрю как люди свои мечты сами же топят именно тем что они отказываются да там кто то там подумал что это невозможно кто-то подумал что это он этого не доставне подумал отмазался перед собой да там что это там не для него что ему это не надо кому-то сказали что ему это не надо вот אותаあ quello сказали что это не получится а понимаешь и вот люди это принимают и Для меня, ну, понимаешь, как бы, когда человек пытается осуществить свою мечту, это же тоже в своем роде революционер какой-то. Да, он должен быть дерзким, ну, я имею в виду, в хорошем смысле слова, да, смелым, трудолюбивым, ну, вот, и с такими качествами. Вот, ну, ладно, это что, Мексика, дальше, как бы, у меня была Гватемала, на границе прямо вооруженное ограбление, вот, 8 человек с вооруженной людей, и, в принципе, начался вот весь этот ад Латинской Америки, потому что там полный криминал. Я знаю, почему так происходит, просто поскольку мы на ютубчике вещаем, я просто не буду говорить, но это из-за запрещенных субстанций, скажем так, да. И из-за этого тоже, да. Да, вот, в общем, худо-бедно я добрался до, 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 прям вылетел из головы, какой позор, а. Да ладно, ерунда. Какой позор, да, до Никарагуа, добрался до Никарагуа, где-то столица, где успешно попал на войну, да, и просидел 4 дня в забарикадированном отеле. Потом меня эвакуировали дипломаты в Коста-Рику, безопасно, я вышел с автобуса, меня сразу ограбили, вот, в общем, вот, то есть, ну, эти страны для меня остались без достопримечательностей вообще, как бы, от слова совсем, вот. Вот, но потом я попал в Колумбию, конечно, Колумбию, честно, я очень боялся Колумбию, ну, как боялся, я думал ее просто за 3 дня форсировать максимум, да, но я влюбился в Колумбию, я практически по всей Колумбии пропутешествовал, как ни странно, это вот единственная страна этого региона, которая, где я чувствовал себя безопасно и больно во льготу, да, вот, Колумбия, там, очень хорошее страна, очень интересные люди, очень интересно, знаешь, такое явление в Колумбии, молодые ребята, ну, такие студенческого возраста, причем, обидно, что они из хороших состоятельных семей, они с хорошим образованием, они сами по себе формируют группы, то есть, им никто за это не платит, никто не спонсирует, они вылавливают иностранцев и начинают им устраивать культурные программы, экскурсионные, то есть, все, все фри, как бы, все бесплатно, то есть, у них хорошие английские, и я с ними разговаривался один раз, я говорю, а зачем вы это делаете, да, они говорят, ты понимаешь, ну, ты же, ну, понимаешь, какой синоним приходит людям в голову от слова Колумбия, и я говорю, ну, конечно, понимаю, да, я не буду признать это слово, да, вот, они говорят, мы пытаемся показать, что мы не такие, что Колумбия не только, вот, собственно говоря, это, там, Пабло Эскобара и так далее, вот, и, ты знаешь, и по всей Колумбии такие группы, то есть, прям вот, ну, какая-то пионерия, знаешь, ну, действительно, очень приятно это было осознавать, резервать, вот, после этого я перебрался в Перу, ну, в Перу у меня, а, сначала Эквадор, потом Перу, да, но в Перу у меня были интересы, конечно, вот эта индейская культура, индейская культура, я искал... Про Айаваску, ДНТ и прочее, думаю, мы поговорим в другом ролике, для другого формата. Я назову это ритуальной какой-то частью, да, вот, я искал, поэтому мне, как бы, довелось побывать, так, ну, сказать, в отдаленных уголках Перу, там, в джунглях поплавать по Амазонке, вот, ты знаешь, ну, в общем, с каждым шагом все больше и больше я видел, что что-то не так, что-то в этом мире не так, как нам, собственно говоря, это проецируют, да, вот, если, ну, вернуться к той же самой, ну, Перу, даже далеко ходить не надо, Перу, столица Лима, Перу, построена, я, я нигде не видел таких городов, она построена на абсолютную возвышенность от моря, то есть, прям над морем, то есть, ну, там, там, понятно, что люди, люди спасались от чего-то, да, как бы, спасались от, ну, от воды какой-то, ну, хорошо. Можешь спастись, пережить, а жить-то все равно в другом месте. Другой вопрос, что люди там построили, люди, которые не имели проблем с подъемом, то есть, что-то антигравитационное, что могло там перевозить. Слушай, ну, мог быть еще такой вариант, что уровень воды просто был сопоставим тогда, как бы, она, значит, вода отошла, ну, это тоже так. Ну, это не повод, потому что, если бы поднялось на, не знаю, 200 метров хотя бы уровень воды, то 10% осталось бы от суши, в основном равнины же. Ну, смотри, вот если мы возьмем даже гораздо выше территорию, там, в соседней Боливии, да, там... Там пустыня, да. Да, все известные Солончак, да, вот этот, откуда там, ну, откуда там соль. Все пустыни искусственные, да. И откуда пустыни, есть ролик на канале Целинозор, я объясняю. То же самое про Солончаки, то же самое про некоторые карьеры, да. Ну, я тебе что и говорю, что, как бы, с каждым шагом ты понимаешь, что что-то не то. Что вся история, да, она... Что-то не то. Возьмем там ту же самую Камбоджу, Анкурват, да, оно... Как они построили это тогда, фундаментально. Это монолизм. Да, как они тогда это сделали, вот. Тогда, ну, как по официальной истории нам, как рассказывают, что когда в те времена европейцы строили замки веками, а эти замки, они там в разы меньше этого Анкурвата, вот. А по истории Анкурвата его построили за 30 лет, вот. Как это сделали? Рядом с Анкурватом стоят костелы типа Нотр-Дам-де-Пари, там звездные крепости европейские, которые построили якобы колонизаторы. Уничтожают очень по всему миру. Такие же по объему, по строительным, даже еще больше. Но построили буквально за две недели или, там, за два дня. У нас есть сказки. Огромная крепость звезда построена, там, я не знаю, Петр шел. И чтобы переночевать, построили такой огромный строительный объем ради одной ночи. Такие сказки абсолютно. Ну, есть, естественно. А если, извини, реальная история придумана, то есть официально то, что у нас сейчас говорят, то где гарантия того, что история религии истинна? Слушай, я вообще... А оно что связано? Я даже не могу даже в теории предположить, что это какая-то истина. Ну, то есть, ну, меня просто, ну, я не знаю, что мне надо сделать с головой или что принять. А люди же верят. Вот Исаакиевский собор, там три купола, три, которые мы сейчас повторить не можем, а внутри из золота и, ну, амальгама золота рдуть. Наверное, для того, чтобы лучше помолиться. И там ступеньки 3 на 8 метров, вот, перед Исаакием. Это нужно, получается, диск алмазный, потому что нужно более твердым материалом, по более мягкому, по граниту. То есть, только алмазом можно отпереть. Получается, нужно вращение диска 3000 оборотов, и диск должен быть диаметром около 9 метров, чтобы отрезать то, что там есть. Дяди ступеньки, да? И положить чем-то нужно. Я не говорю про Александровский столб, который тоже фигура вращения, 35 метров, потому что станок, чтобы вращался, около 40 метров станина. Где этот токарный станок сейчас? С какой божьей помощью все это построили? Абсолютно. И я рад, что вот ты со своей стороны, а я со своей стороны. Мы рассказываем об одном и том же. И ты хороший пример того, как можно быть в потоке силы, и все получится. Конечно. Только, видимо, и призываем людей на сторону света, да? Меня тут с Иисусом сравнили. У меня был эфир со священником, и он прямо с первой минуты меня сравнил с Иисусом. Я говорю, боже упаси, Калю, не надо. С кем меня только не сравнивали. Да, я и на и темнейший, и на и светлейший, ладно. Пустим, как говорится. Знаешь, мне приятно делать то, что я делаю. Да, для меня это очень трудно, затратно бюджетно, затратно, бесспорно, но я кайфую от того, что я могу это как-то вот. Я же никому ничего не навязываю. Я никому, я не претендую на истину ни в коем случае. Я могу ошибаться в любом своем убеждении. Я человек, да? Но просто в чем я уверен на 100%, что каждый из нас содержит в себе такой источник энергии, возможностей, что эти гидроэлектростанции вместе с атомными станциями, они просто даже на батарейку не натягивают. И для этого совершенно не нужно читать напечатанные в XIX веке священные книжки про избранных иудеев, например, либо еще кого-то, чтобы это использовать, верно? Конечно. Такая задача религии, она наоборот, чтобы, во-первых, убить критическое мышление в человеке, чтобы сделать бараном, да, как бы это, во-первых. Во-вторых, ну, если... Я же повторюсь, я же не отрицаю наличие Бога. Я не отрицаю, не утверждаю, как бы никогда этого не было. У меня есть свои мысли по этому поводу. Это мое. Я рад, что ты отличаешь и разграничиваешь понятие религии, икона, Бога, высшего разума, неважно, какой-то силы, которая... А как бы не разграницовать? Потому что религия, у нее задача-то, чтобы ты не дошел до этого, там, до Бога. Я рад, что ты это понял, да. Да, как бы, потому что, ну, это же элементарно. Ну, вот я, кстати, вот в этом эфире со священником, я ему говорю, но ты представь себе, что вот сейчас вот у каждого человека по телефону раздастся звонок, он возьмет руку, ему скажет, там, Бог, там, скажет, чувак, это я, типа, вот это мой номер, там, если что мне звонить, да, как бы. Куда религия денется, как бы, ну, то есть, зачем она будет нужна, да, как бы, если человек выйдет с этим на прямую связь, духовно говоря. Вся религия рухнет, поэтому они и делают так, чтобы люди не дошли. Для того, чтобы дойти до этого, надо мозги иметь открытыми, а не незашоренными, да, вот это отсутствие логического. Надо уметь сопоставлять, надо уметь, ну, понимать, слушать, слышать, да, а религия-то все это, ну, отбивает на корню. Ну, ты посмотри, что творится. Просто порой смотришь, вроде люди вменяемые, да, там, а потом через минуту смотришь, он там лбом в доску бьется, да, там. Целуют части трупов. Да, целуют части трупов. А ты, кстати, видел вот это, сейчас же в Москве, вот эта выставка, адиозная, да, церковь, церковь выступила против этой. Да, понимаешь, они, там прокуратура проверяет эту выставку. Так прокуратура, проверьте церковь, там в каждой церкви лежат эти трупы, которые там целуются, лобызаются. Да, семь голов Иоанна Крестителя, причем всего три являются истинными, как вы не говорите. Ну, так и есть. Не, ну, просто понимаешь, РПЦ, оно, видимо, хочет, чтобы у них была монополия на целовании трупов, как бы, вот, и поэтому, как бы, ну, как бы, франшиза такая, знаешь. Хочет целовать трупов. И все равно поддерживается государством нашим, хотя наше разделено. К сожалению, да, и противодействовать этому может только общество. Начиная вот с этого, нужно все-таки начать включать мозг. Для того, чтобы общество было свободным, надо, чтобы каждый ее индивид стал свободным. Я искренне... Представляешь, как бы тебя распиарили, ты был бы не вторым, а первым Конюховым? Если бы тебя батюшка благословил, и потом бы такие бабки, ты что, и да еще и пиар. С Божьей помощью ты же только выжил. А сколько раз ты выжил? Я много раз выживал. У меня загадка, на самом деле, вообще же, как все это получалось. Но, ты понимаешь, даже с Божьей помощью церковь вообще не пристал. Я понимаю. Они не имеют к этому никакого отношения. Конюхов, ты знаешь, ну, как бы постоянно почему-то подешательники сравнивают с Конюхом. Но не признать, что это, конечно, чувак делает запредельные вещи, конечно, это нельзя. Половина его уже раскритиковали про лодку, про эту сказку, все эти парашки. Я не спорю. Да, он уже давно как бы бренд. Но все равно я бы и дня бы не хотел бы в эти лодки провести. Прямо честно скажу. Я бы и дня бы не хотел там бы провести. Я представляю, что такое, ну, вот эти вот запредельные нагрузки, нагрузки на выживание, тогда никто не... Есть несколько каналов, которые давно детально разобрали его и доказали, что это фейк. И я им относительно верю. Потому что уже после первых путешествий он этого уже стал бренд. И начали раскачивать, раскачивать, раскачивать. Ну, первые путешествия тоже были. Согласен, но тоже спорно. Потому что и первые путешествия... Ну, он же батюшка, служащий. Да, у него своя церковь, кстати. У меня была передача про путешествия. У меня ведущие, мои брали у него интервью. ты знаешь, ну, я как бы... Просто вот мы путешественники, мы вообще как бы не имеем такой... Знаешь, нужны сравнивать путешественников, да? Потому что у каждого своего дорога, его путь. Можно, знаешь, землю обойти 20 раз и остаться дебилом, да? А можно, не знаю, там, из района в район переехать и великой мудрости набраться. Можно прочитать Библию 500 раз, так называемую, стать абсолютным зомби. А можно прочитать букварь и словить озарение. Да, да. Я здесь с тобой полностью согласен, как бы. А вот у меня, мне кажется, зомби уже достаточно. Если ты читаешь второй раз Библию, это уже зомби. Ну давай, это уже чувство верующих, точнее, религиозных может оскорбить, поэтому все-таки надеюсь, для Ютуба это будет эфир. Расскажи про свой опыт выживания. Вот у меня тоже семь клинических смертей за один год было за интересные, 99-е, а потом еще кое-что, ну это определенные переживания, это определенный потом уровень осознания, изменения. Как тебя вот эти вот опыты выживания изменили? Какие они были и как ты изменился после этого? Ты знаешь, ну я тоже не об всех, наверное, могу конкретизировать, потому что там есть такие, ну запредельно интимные моменты, да, но... Да, ну то, что можно. Да, то, что можно, ну, во-первых, вот этот, каждый этот опыт выживания, он, доходил до точки невозврата, да, я даже сейчас говорю, не всегда она заканчивалась там реанимацией, а просто та точка, когда ты понимаешь, что теперь от тебя не зависит ничего, то есть вот уже ты ничего сделать не можешь, она может быть несколько секунд всего длиться, но... времени нет, напоминаю, времени нет. Ну, я просто... Я понял. Да, но в твоем сознании это целая вечность, да, проходит, и с каждым таким опытом ты вот, ну, как минимум, ты начинаешь ценить жизнь как таковую, вот, а как максимум... Ты понимаешь, что жизнь, это не жизнь тела для начала, да? Ну, да, это во-первых, конечно, вот, а во-вторых, ты, то, что тебя волновало еще пять минут назад, вообще довлел на твоей жизни, вот кредит, который ты не оплатил, даже пять лет, да, там помятое крыло твоей машины, там, и, не знаю, там текущий, там смеситель на кухне, ты понимаешь, что это все настолько, ну, просто даже не то, что выведенного яйца, это абсолютно ничего, да, то ты, ты стои на пороге, вот, я не хочу это называть смертью, потому что для меня ее нету, это просто, ну, на пороге перехода, я назову так, да, вот, ну, во всяком случае, на пороге прощания вот с этой реальностью, и ты понимаешь, что вот это, вот это настолько все ничтожно, что не надо на это вообще тратить своих каких-то сил, мыслей и так далее, я умирал в джунках, лежал в лихорадке, я, ну, действительно думал, что, ну, все, все, я смирился, как бы, с этим, я в горах погибал, я в том же самом Перу, да, у меня там случилась горняшка, да, меня реанимировали, ну, как бы, все было, и всякий раз, ты знаешь, да, я только креп в своих убеждениях в этом, каждый раз, когда я, ну, еще я, еще я просто креп в убеждении того, что тот, кто за мной присматривает, он явно юморист, конечно, вот, это тема отдельного разговора, разговора, да, юмор, зеленый, это шедевр, да, ну, ты понимаешь, я сейчас не конкретизирую, как, опять же таки, Бога, Творца, я, ну, для меня это все мироздание, как бы, мы сейчас, это все единое, это не отделить, да, просто, видимо, какая-то, видимо, какая-то часть этого, знаешь, назначила себя смотрящим надо мной, да, вот, ну, вот есть, Женя, можно ли выделить там, говорят, астральное, ментальное и прочее, можно ли выделить костяное тело, можно ли выделить водяное тело, то есть, ты единое целое, вот сейчас ты единое целое для меня, так же вот, на мой взгляд, и кон, творец, часть вселенной. Да, ну, конечно, здесь я с тобой полностью согласен, вот, но, ты знаешь, на мой взгляд, все-таки существуют еще какие-то, знаешь, плоскости, ну, понятие духа, да, души и так далее, это же тоже, как бы, такой немаловажный аспект, да, и целое. Выйти не нужно, но это как автомобиль. Да, можно назвать, что это колесо, но это часть целого. в какой-то момент как бы, это же целое разделяется, все-таки. А это другой вопрос. Да. Ты, кстати, знаешь про Итигелова? Там была моя Итигелова. Это Иволгинский дацан, он около Улан-Удэ находится. Это такая мировая достопримечательность. В общем, жив, находясь в... Да, это отдельная тема. Но я там был, я это видел. Хорошо. Вот. Я это видел, как бы, и я пожил буддистами, но здесь тоже очень много вопросов, на самом деле. Я не дошел, пока еще не нашел ответы на многие из них. То есть, меня радует, что я ими задаюсь этими вопросами. Потому что... Люди, которые не едят ничего в Индии, не спят, не едят есть. Женщина, за 8 лет ее искали. Она не двигалась вообще. Ее не... Она не связана с религией. Есть в религии такие люди, что... То есть, нам вот эта религия и вот эти так называемые чудеса, они, ну, не связаны. Есть люди, которые не религиозные, они в состоянии шока, либо угрозы для жизни тоже такое творят, что они все чудеса... Это необъяснимый момент. Откуда берется вот эта вот мощь энергии электростанции внутри там маленькой пушки, да, как бы. Я один раз обнаружил себя вместе с рюкзаком 30-килограммовым на 4-метровой отвесной стене. Я без рюкзака бы туда не залез. Понимаете, я... только в тот момент, когда я уже был там. И я... Как я это сделал, я, знаешь, ну, ума не предположу, но там была опасность, там, ну, не буду конкретировать, но неважно. Откуда. И таких моментов, я поэтому говорю, никто не знает из нас, сколько в нас самих скрытой энергии. Не надо себя убивать на старте. Я не смогу. Да ты хоть попробуй. Начни сначала. Ну, если ты на старте говоришь, что ты не сможешь, так, ну, это факт. Тогда не делать, тогда не сможешь, да. Да, тогда, если ты так говоришь, что вот, самый лучший выход, это, ну, просто ляжь и умри вообще. Зачем ты живешь? Зачем ты живешь, как бы? Если ты хочешь чего-то, добивайся этого. Никто, никто не говорит, что дорога будет хайвей. Никто этого не делает. Ну, у кого-то, у кого-то бывает и хайвей, конечно, вот. Ну, как правило, это, очень такие переменьшивые дорожные покрытия, очень переменьшивые. всегда надо двигаться к своей цели. Халявы не бывает, халява дороже, да. Хайвей, он временный, ты не научишься много чему, и все равно придет конец хайваю, любому. Ну, это тоже факт, как бы, просто не можешь бежать к своей цели, иди, не можешь идти, ползи, не можешь ползти, ляжь по направлению к цели, да, как бы. Лежа наступай, да. Каждый день просыпайся, вспоминай, что ты, что ты хочешь, кто ты есть, куда ты идешь, вот, как бы, и, и, да, и засыпай, в смысле о том, что, что ты сделал для того, чтобы дойти сегодня, неважно, что ты там прошел, там, километр, или там, шажочек один сделал. Килиметр, да, важна постоянство. Да, просто двигайся, двигайся к своей цели, и ты обязательно к тебе дойдешь, и я, позволь, расскажу тебе один случай, мне написала девушка на Бали, она попала в аварию, ее парализовала, да, молодая девочка, врачи приговорили, все, ну, то есть, у нее нижняя часть тела была парализована, она моделью была, она мне написала огромнейшее письмо, там, она попросила его не то, что не публиковать, она попросила его удалить по прочтению, да, я, я очень хотел бы себе поставить, просто даже себе никому не показывай, да, но я человек чести в этом плане, то есть, я его действительно прочитал, удалил, я плакал, когда читал. Она, в общем, рассказывает, что, она, в общем, как-то наткнулась на вот, на мой блог, на мои эти все прорывные деяния к своей мечте, да, и, и в итоге она забила на все эти слова врачей, она забила на медицину, она начала изучать то, все, пятое, десятое, списываться, обузнавать и так далее, и, в общем, она мне пишет, что я тебе сегодня это пишу, потому что я сегодня пошевелила пальцы на ноге, и у меня, говорит, больше нет вопросов, могу ли я ходить или нет, говорит, у меня только вопрос пойдет, когда, вопрос только, когда, и, знаешь, я вот это читаю, я понимаю, что все вот эти свои топления в собственной крови, там, что мне там, ну, довелось там пережить, да я себя еще тысячу раз бы утопил за это письмо, потому что только вот ради вот одного такого письма, где-то на востоке... Жизнь прожил не зря, скажем так, да. Ну, наверное, наверное, мне хочется, ну, наверное, любому человеку хочется быть полезным, понимаешь, нести какую-то пользу действительно практическую, а не мнимую. Со своей деятельностью, да, я, ну, как бы вот веду канал в бэкграунде, но это не публикуется, потому что это частно и, как правило, да, не очень хорошая история я занимаюсь тем, что помогаю людям, помогаю людям выбраться из ситуаций, связанных с религией, да, и, ну, там и криминальные бывают моменты и так далее и тому подобное, да, как бы я, ну, я больше трачу, чем получаю, да, за эту помощь, но мне приятно это делать, нереально, просто приятно это делать и с каждым разом я просто вижу, какой ужас творится в религиозном плане, что вообще происходит, какая дичь просто, это, ну, это ужасно, ОПГ-90-х, ну, это мальчики, просто зайчики, в стране с ним, что делают. Я много знаю, не в данном формате, очень много знаю, это МОНа, так называемая, я как-то познакомлю, ужасы бывают, просто ужасы. Ну, я думаю, что нам с тобой есть что рассказать друг другу, еще очень многое, вот, очень намного поговорить, потому, может быть, сейчас нам дать нашим зрителям Да, для второй части достаточно. Передохнуть, тем более и твои зрители знают, как меня найти, и мои зрители знают, как тебя найти, вот, и, что самое интересное, что мы оба, ты знаешь, это редкость достаточно, что мы общаемся со своей аудиторией, ты знаешь, ну, то есть, это не часто, да, как бы происходит, потому что я, ну, я не понаслышке знаю, что ты общаешься со своей аудиторией, да, потому что мы, ну, я как твоя аудитория к тебе пришел, да, и ты мне там не просто так написал что-то там, смайлик поставил, да, как бы, вот, я тоже так же стараюсь общаться со своей аудиторией, так что, ребяточки, дорогие зрители, общие, там, у нас все общее на Земле, на самом деле, не забывайте на свою жизнь, как бы, вы все свободны по умолчанию, и все, что вам надо о своей мечте знать, что вы можете ее достичь, все остальное не имеет никакого значения, просто абсолютно ноль. Собственно говоря, вот, все, что мне есть сказать по этому поводу. Замечательно, Евгений, действительно, достаточно для второй части. Нужно, подтверждая, верить в мечту, и все получится, без веры в себя и в мечту ничего не будет. Важно помнить себя и помнить свою мечту, и все получится. Есть куча примеров того, как все получилось у многих людей, причем и у художников бывает, и у музыкантов с нуля, и в политике даже, говорят, что система непрошибаемая, нужно лишь знать, как эту систему. Невозможное совершили наши предки во время Второй мировой, невозможное совершил Трамп, уже совершил и продолжает совершать. Невозможное совершил товарищ Сталин, и невозможное совершали еще тысячи людей. Вот один из этих примеров, как совершение невозможного, это Женя. И я думаю, что все уже поняли, что возможно все. Да, Женя? Конечно, конечно. Ладно, всем добра, на второй части, для второй части достаточно, и надеюсь еще увидимся, да, Женя? Конечно, увидимся. Куда уж мы, точки сопротивления на одной карте. Да, без вариантов, нам нужно всем сопротивляться тому, что нам уготовил враг. Ну, конечно. Достаточно. Настолько должно быть, только больше. Да. Спасибо тебе.